Вы смотрите отзыв об отеле Сафиджин Двор. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Кейт подчеркивание 67, который был в нем в 2017 году. Поездку в Словению приурочили к выходным дням на 8 марта. Хотелось в этой поездке совместить знакомство с достопримечательностями новой, для нас страны, и релакс. И нам благодаря этому отелю удалось. Перед поездкой я долго искала какой-нибудь новый термальный курорт, да так, чтобы еще и вокруг можно было чем-то себя занять. Надо сказать, что до этого в Югославии мы не были нигде. И для меня было откровением, что в Югославии помимо моря есть много термальных курортов. Ну вот отель я нашла, решающим для меня была близость к столице Словении, Любляне. И цена. Теперь встал вопрос, как туда добраться. Вожделенная Любляна была хоть и близко от отеля, 70 километров. Но билеты были очень дорогие, на двоих 43 тонны. Да и время вылета неудачное, особенно назад, раннее утро. Зато билеты до Загреба были в два раза дешевле, 21 тонна. Разница существенная, так что мы закрыли глаза на пересадку. Туда 1,5 часа в Париже. Назад должны были на 2 часа залететь в Амстердам. Правда Загреб находится чуть подальше примерно 120 километров от отеля, но время прилета, вылета удачное, туда день назад вечер. Единственный минус был в том, что непонятно, как было добраться из Загреба до отеля общественным транспортом. Чисто теоретически возможно, но очень муторно. Поскольку в планах было посмотреть немного Словении, а может даже и Хорватию решено было взять авто. В итоге взяли машину в Херцее, обошлось 250 евро, депозит 600 евро на 7 дней. Автомат, полная страховка. Обещали Opel Corsa, в итоге дали Peugeot 208, но нас все устроило. Немного стремноватая пересадка в Париже, у французов своеобразная логистика. Сложность заключалась в том, что мы прилетали в Шенген, но не пересекая его границ должны были вылететь в третью страну. Хорватия хоть и пускает по Шенгену, формально не Шенген, плюс ко всему прочему Air France владелец нашего рейса дал нам посадочные только до Парижа, а до Загреба обещали дать в аэропорту Парижа. При этом багаж в Москве сразу оформили до Загреба. И вот с сомнительной распечаткой брони, приклеенной к ней багажными бирками и посадочными на Москва Париж, уже не нужными, мы прилетели в Париж. Но спрашивая у всех представителей местных служб, нам все-таки удалось доехать до нужного терминала и уже там перед самым выходом на посадку нам девушка любезно выписала посадочные. Очень важны оказались багажные бирки. Улетев из заснеженной и холодной Москвы, мы прилетели в теплый, весенний Загреб. Все в цвету. Получив машину прямо на стоянке возле аэропорта, мы отправились в путь, забив в навигатор координаты отеля. Трассы и в Хорватии, и в Словении прекрасные. При пересечении границы Хорватии нужно предъявить паспорт и заплатить налом 89 евроцентов. Пересекая славянскую границу, также протягиваешь паспорта. Туда ставят штампик и ты уже в Шонгене. Но тут надо слегка притормозить, чтобы купить спец. Наклейку для авто, виньетку без нее по Словении ездить не рекомендуется, так как штраф большой и его четко отслеживают. Цена этой виньетки зависит от количества дней поездки по славянским дорогам. Дорога очень живописная, зеленые горы, бирюзовые реки, ущелья, деревенькие мелкие городки, попадающиеся на пути очень ухоженные и аккуратные, и такие, я бы сказала, добротные дома повсюду. В общем, дорога до отеля пролетела незаметно и неутомительно. Отель, вернее комплекс из третьих небольших отелей, расположен на горе. Красиво вписан в ландшафт. Парковка в отеле для гостей отеля бесплатная. Поскольку мы заезжали в пятницу, машин было довольно много, и мы спускаясь по серпантину подземной стоянки нашло место в самом низу, но нашли. Затем на лифте поднялись на ресепшн, получили ключи от номера, браслеты от входа в зону бассейнов и спа. Бань. Все три отеля имеют общий ресепшн и соединены между собой переходами. Наш Софиин двор. Номера, говорят, отличаются по размеру. У нас был стандартный номер удобной планировки, с довольно большой ванной комнатой и балконом. В номере халат, тапочки, чайника нет. Мини-бар есть, бокалы есть. ТВ-плазма. Русский канал есть, один. Все фото номеров и отели соответствуют фотосбукин и сайту самого отеля. Так что дублировать их все не вижу смысла. Мы бронировали напрямую. Бросив вещи, мы решили пойти поужинать, так как ужин в отеле начинается довольно рано с 6 часов вечера 30 минут до 10 вечера. У нас был забронирован отель только с завтраками. В округе прям рядом-рядом с отелем никаких ресторанов, кафе нет. Поэтому ужинали в отеле, тут два варианта. Один и краткое, это ресторан, где шведский стол, с достаточно хорошим, разнообразным выбором, стоит 15 евро. Напитки за отдельную плату, но цены умеренное вино от 10 евро за бутылку. Фиво намного дешевле, так же, а напитки. В ресторане, как и всегда, при шведском столе немного суетно, много детей, но повторяю, если вы позавтракали в отеле, а потом весь день путешествовали и любите плотно поужинать. Это то, что нужно. Есть и супы, и закуски, и салаты, и горячие, и фрукты, и десерты, и мороженое. В отеле много семей с детьми разного возраста. Вообще, контингент достаточно молодежный и демократичный, на мой взгляд, для таких мест. Термальных отелей. Состав воды позволяет купаться дне и детям. Второй вариант – ужинный ресторан «Алла Карт», который мы в дальнейшем и использовали. Очень уютный ресторан, с приятной атмосферой и обслуживанием. Выходило для нас даже дешевле, мы брали два блюда, вино, кофе и десерт. Есть в отеле бар-кафе-кондитерское с видовой открытой террасой. Можно выпить разные коктейльчики, кофе и так далее, по выходным вечерам живая музыка. Играют местные молодежные группы. СПА-комплекс довольно большой. Я посещала только зону бассейнов. Внутренний бассейн с бурлилками, и внешние, уличные, обычные с бурлилка. Не три штуки. Температура комфортная, больше 30. В отдельных бурлилках, наверное, даже 38. Время работы прекрасное, бассейны 9, 22, сауны с 11, 22. Муж ходил в зону саун, сказал, что все виды бань. Финская, хамом, паровая и инфракрасная очень хорошо оснащены. Везде правильная температура. Можно бесплатно попить разнообразного чайку. Единственный минус, для нашего менталитета, все голышом, но говорят, к этому быстро привыкаешь. СПА-процедуры посетить просто не успела, так как надо планировать свой поход туда заранее, с ходу попасть не удалось, многие приезжают именно за таким релаксом. Но процедуры именно СПА не лечебные. Завтраки в отеле великолепные, обильные. Много фруктов. Замечательные молочные продукты, различная нарезка мясная, сыры, выпечка, овощи, рыба, айти, кофе, чай, соки и так далее из поездок. Один. Эздили в Любляну. На электричке. Станция совсем рядом. Билет туда-обратно 8 евро. Сам город очень понравился. На фуникулёре поднялись в красивый старый град, есть интересный музей, есть аудиогид на русском. Пообедали там в приятном ресторанчике. Спустились вниз, немного прошлись по центральным улочкам, зашли в собор, попили кофе на площади. Два. Эздили в Целе, город в 18 километрах от отеля. Имеет свой красивый исторический замок. Улицы города украшены забавными скульптурами. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok